Увидеть настоящих атаманов, примерить ОЗК, разобрать автомат на скорости и сразить противника в виртуальном бою. Сегодня в Самаре прошла военная эстафета для школьников в 10-13 лет. Вместе мы Россия, вместе мы Сила. Как искренние детские эмоции помогают воспитывать дух патриотизма, узнала Анна Ивахина. Как ощущения? Жень, спокойно. Хорошо себя чувствуете, комфортно? Да. Давать интервью в противогазе дело, конечно, неблагодарное. Зато в моменты опасности ОЗК может сослужить отличную службу. В идеале боец должен надеть комплект за три минуты, но пока лучший результат среди этих школьников – шесть с хвостиком. С автоматом еще жестче. Собрать и разобрать за 35 секунд считается отличным показателем. Пятиклассник из 99-й школы Дима Нинашев для своего возраста с оружием обращается уверенно, но в норматив не укладывается. Говорит, подвело волнение на самых важных этапах. Вытащить пенал и закрыть крышку АК-47. Военно-патриотическая эстафета «Вместе мы Россия, вместе мы Сила» собрала на базе 13-й школы без малого 100 человек из разных учебных заведений города. Мальчишкам и девчонкам не просто дали поиграть в войнушку, а показали, как устроены российские вооруженные силы. Я вам скажу, что мы вот с утра не успеваем все время мальчишек оттаскивать от столов, потому что оружие, которое мы разложили, оно на 80% боевое. И очень приятно, что они их тянет к этому, но надо уметь обращаться с оружием. Вот это тоже интересный предмет. Это бейбут называется. Им буржались в основном морские офицеры и пушкарики. Когда еще про шашки и нагайки тебе расскажет настоящий атаман, Евгений Ермоленко не только знает все про оружие казаков, но и в любую минуту готов взять его в руки. За соседним столом старшеклассники рассказывают про средства защиты от разного рода загрязнений воздуха. Это касается и дыма во время пожара. Сегодня на смену традиционным гражданским противогазам приходит такое вот изделие «Феникс-2». Он компактный, можно носить с собой, относительно доступный в плане стоимости, а главное – подходит на любой размер. Самые серьезные по накалу страстей баталии развернулись на поле игры в лазер-так. Здесь и азарт, и невероятный адреналин, и первое сознание того, что противник не всегда ведет честную борьбу. Они выиграли, но они не честно выиграли. Они стреляли в стенки и в потолок рикошетами, а так нельзя. Детские эмоции чистые и искренние, как благодатная почва для сильного и глубокого чувства любви к своей стране. Ведь патриотов не штампуют на фабриках, они вырастают из таких вот маленьких мальчиков и девочек. Анна Ивахина, Андрей Авдеев, Новости губернии.